Продолжение следует... Итак, притча о Страшном Суде. Она изложена в 25 главе Евангелия от Матфея и читается Церковью в неделю о Страшном Суде за две седмицы до начала Великого Поста. Эта притча выбрана совершенно удивительным образом. Если бы выбирали люди, например, я, если бы я хотел устрожить и немножечко напугать христиан для того, чтобы нам более строго отнестись к Великому Посту, то, наверное, мы бы выбрали совершенно другие слова Иисуса Христа. Например, сказываю вам, что за каждое сказанное праздно слово даст отчет человек в день суда. То есть если за слово, то какой отчет мы дадим за дело, вот тут схватить себя за голову и в ужасе задуматься о своей жизни. Но Церковь не эти и не какие-либо подобные слова, а именно притчу о Страшном Суде приняла для чтения в неделю о Страшном Суде. Почему? Потому что эта притча, дающая великую надежду, она показывает нам, как нам быть оправданным на Страшном Суде. Не просто, а как нам даже, может быть, избежать осуждения на этом суде. Есть много путей. Господь говорит, не судите, не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены. И вот эта притча как раз о милости к другому человеку. Удивительно, что согласно этой притче речь вообще не идет о грехах человека. Как будто на Страшном Суде они не будут рассматриваться. Речь идет о реализованных или нереализованных возможностях помочь другому человеку. И речь идет о том, увидел ли ты в ближнем Иисуса Христа. Так Господь говорит, ты сделал это одному. Вы сделали это одному из малых всех, вы сделали это мне. Или не увидел. Вы не сделали это одному из малых всех и не сделали этого мне. То есть речь идет о том, как твоя вера реализовалась в твоем отношении к твоим ближним. Все святые отцы, говоря о спасении, говорят о ближнем. Вот, например, один из таких древних преподобных святых говорит, нельзя построить дом, минуя фундамент. Сначала надо поставить фундамент, или весь дом развалится. Ученики его спрашивают, а вы скажи, что такое фундамент? Он говорит, что фундамент — это наш ближний. И это говорят аскеты и анахареты, которые живут в основном одни, а собираются только для участия во всеношном день и воскресной божественной литургии. То есть даже для них, живущих пустынно и отдельно, пребывающих пять дней в неделю в полном молчании, для них оказывается основание любого подвига — это ближний. И если человек этого не понимает и не следует этому, то тогда спасение не достигается. Любой дом оказывается построенным на песке. То есть таким образом древние святые фактически комментировали слова Христа о том, что надо созидать дом на камне, чтобы во время испытания он не разрушился. Вот оказывается, если ты не служишь своему ближнему, то дом твоего спасения, то, что ты строишь, во время испытания разрушится. Мы можем проиллюстрировать это самым обычным педагогическим приемом. Всегда нужны практические занятия. Вот есть теория, а есть практика. Есть лабораторные занятия по химии, по физике. Есть, допустим, соревнования у тех, кто занимается какими-то боевыми видами искусства. Всегда есть какое-то практическое применение. И в этом ты находишь оправдание теории, которую ты учишь и разделяешь. И вот если ты не проходишь практических занятий по христианству, ты не творишь дела милосердия, то то, во что ты веришь, очень плохо усваивается или совсем не усваивается. Это очень важно. У преподобного Максима Исповедника есть вообще удивительные слова. Он говорит, не ищи спасения где бы то ни было, оно сокрыто в ближнем твоем. То есть оно спрятано в ближнем. Ищешь спасения, служи другому. Как это может выражаться сейчас в моей повседневной христианской жизни? У каждого христианина, если он только не является объектом служения, то есть если он не лежачий, больной, немощный или там многодетный, обремененный, вот у каждого из нас должен быть объект служения. А мы должны быть субъектом служения. То есть у каждого церковленного человека должен быть кто-то, кому он служит. Раз в месяц, раз в неделю, раз в три дня, раз в полгода, неважно. Это может быть денежная помощь. Это может быть, если ты не обладаешь такой возможностью, помощь руками. Это может быть помощь в детском доме, в доме малютки. Это может быть помощь многодетной семье. Это может быть помощь престарелому кому-то, больному, лежащему. Это может быть помощь в храме, почистить подсвечники и вымыть пол. Господу самому в его доме или через ближнего передать ему это служение. Но что-то такое должно быть обязательно. Потому что если ты не проходишь этих практических занятий, ты не усваиваешь теорию. Поэтому в рамках одной общины должен быть какой-то координационный центр, где каждый прихожанин предлагает, чем он может помочь и в какой помощи он нуждается. Например, вот этот прихожанин может два раза в месяц или раз в месяц съездить в семью, где нет мужчины и повесить полку. Или починить розетку. Или сделать что-то еще. А вот эта прихожанка, которая преподает английский, может взять себе на обучение какого-то мальчика из малообеспеченной семьи или девочку. И своей профессией послужить ей, приготовить ее к поступлению в институт или хотя бы к нормальной сдаче ЕГЭ по-английскому. И не взять за это средства. Эта девочка может поехать в многодетную семью и помочь приготовить там борщ на два дня. Вымыть, вытереть кухню, отпустить маму поспать или погулять с детьми. А эта вот пожилая женщина, вышедшая на пенсию, но еще имеющая множество сил, может приехать и помочь с воспитанием или почитать сказки детям, поучить с ними уроки или сделать что-то еще. Вот в рамках общины это служение ближнему, оно имеет большое количество очень направлений. Так же, как и здесь, да, посетили меня в тюрьме, посетили меня, когда я был болен, Господь говорит, напоили меня, накормили меня, одели меня. Все эти служения, они реально, они доступны. Если в вашем приходе они не организовываются, вы сами можете решить. Сейчас очень много, где можно участвовать волонтером. И вокруг вас, я уверяю вас, в вашем же доме, может быть, в соседнем подъезде, живет человек, который очень нуждается в помощи. Может быть, пожилой, может быть, инвалид, может быть, многодетный. Идите, помолитесь, чтобы Господь вам помог найти этого человека. И помогайте ему регулярно, чтобы человек мог рассчитывать. Скажите, я могу раз в две недели приходить и наводить у тебя порядок, или мыть полы, или стирать, или гладить, или что-то еще. Это и будет исполнение притчи. И что мы будем иметь в награду? Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, я жаждал, и вы напоили меня, и так далее. Вот за такие простые человеческие дела, милосердие, не за какие-то подвиги в пустыне, мы услышим эти слова. Нам это обещано. И есть надежда, что вообще с нами не будут судиться за наши грехи. А вот если мы не будем этого делать, тогда, наверное, мы услышим другие слова Господа и Священного Писания. Суд без милости, не сотворившим милости. И вот тогда за каждое, даже слово, сказанное правдой, праздно, уж что говорить о делах. Мы дадим ответ в день суда. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Суд без милосердие, не за кратка. Суд без милосердия, не за кратка. Продолжение следует...